Главное за день. Летающий гаишник, авария на шишковке и лекции для военных. Мы очень надеемся на вас. Ну, чуточку, может, поможете. Алцак не бросят. Глава Бурятии поможет пострадавшим от стихийного бедствия. Вы знаете, куда звонить, если на 101, 102 или 103 не берут трубку? Нет, не знаю. Куда звонить, если полиция, скорая или пожарная службы не берут трубку? В этом году мы также ожидаем порядка 22 субъектов, порядка 250 спортсменов. Куда сходить в августе? Программа мероприятий на последний месяц лета. Ну, городские, это даже посуду не могут вымыть. Раки наполны. Деревенские против городских. Кто не откажет в помощи? Свежий выпуск Улан-Удэ-Лайф. Ближайшие четыре дня в Улан-Удэ ожидаются дожди, сильные ливни и грозы. Возможен град. Порывы ветра достигнут 24 метров в секунду. Просим зрителей телекомпании АТВ воздержаться далеких поездок и не посещать туристические маршруты. Вы смотрите новости в студии Дарья Белева. Здравствуйте! Самые интересные события вторника в нашем выпуске. Начнем с главного за день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Кабанском районе на федеральной дороге Иркутск-Чита 21-летний водитель МАЗД врезался в восстановившуюся Хонду. Гонщик не соблюдал дистанцию и скоростной режим, в результате чего получил травмы различной степени тяжести. Водитель Хонды не пострадал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Улан-Удэ женщина в состоянии алкогольного опьянения попыталась скрыться от сотрудников ГИБДД. Инцидент произошел на улице Барсоева. Инспектор запрыгнул в движущуюся машину к злоумысленнице и остановил авто. Личные женщины установили, а авто увезли на штрафстоянку. Всего за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировали 28 аварий с механическими повреждениями авто, в том числе ДТП с пострадавшими. Инспекторы ДПС выявили 340 нарушений ПДД. Задержали 24 водителя с признаками опьянения. Вчера в микрорайоне Шишковка произошла крупная коммунальная авария во время реконструкции теплотрассы номер 3. Рабочие повредили чугунный трубопровод. Более десятка жилых домов, детский сад и реабилитационный центр остались без холодной воды. Это не первый случай, когда жители микрорайона страдают из-за некомпетентности подрядчика. На место прибыла ремонтная бригада водоканала, которая заменила поврежденный участок. Предприятие планирует взыскать с подрядчика компенсацию за ремонт. Для местных жителей организовали подвоз воды, аварию устранили к половине девятого вечера. Холодное водоснабжение в дома вернули. Накануне в поселке Токсимо вандалы разгромили кинотеатр под открытым небом. Днем ранее его установили, чтобы жители могли наслаждаться хорошими фильмами. Но не прошло и суток, как жители варварски разграбили участок. Сначала малолетние хулиганы отправили столы и часть поддонов в открытое плавание по Баранчевскому озеру. А уже вечером взрослые увезли оставшиеся поддоны. При попытке остановить их вандалы начали оскорблять и угрожать волонтерам. В этом месяце работники военной прокуратуры лондонского гарнизона выступят перед военнослужащими с морально-правовыми лекциями. Им напомнят о последствиях неявки на службу в период военного времени и мобилизации. К примеру, если военный не явится без уважительной причины в течение месяца, ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. И к другим темам. Они едва не лишились всего. Две недели назад на село Алцак Джидинского района обрушилась стихия. Вода и град раскурочили дороги и уничтожили посевы. Единственное, чем живут сельчане. Накануне к ним приехал глава Бурятии. Как помогут пострадавшим, расскажет Антон Симонов. Эта разбитая дорога ведет в село Алцак Джидинского района. Но такой она была не всегда. Буквально две недели назад здесь бушевала стихия. Прошли мощнейшие ливни и град с пятирублевую монету. Итоги еще до конца не подведены. Был нанесен большой ущерб. Половина деревни пострадала, шифер в основном. Пострадали хозпостройки. Дорогу всю размыло. Побитый шифер и раскуроченная дорога – не главные проблемы сельчан. Больше всего пострадали сельхозугодия. Ни мое поколение, ни наши предки такого, конечно, не видели. Вот нынче у нас такая беда случилась. Но мы простые сельчане живем, ну, как все знаете, на пенсию. Да, за счет личного подсобного хозяйства. После такого стихийного бедствия, конечно, от наших покосов ничего не осталось. И вот самая главная проблема сейчас у нас – это как перезимуем. У каждой семьи минимум по 10 голов скота. Без заготовки сена они просто не протянут зиму. Ну, мы тоже понимаем, что в стране, в республике на сегодня очень не такое простое время. Наши ребята тоже на Украине. Но, тем не менее, Алексей Самбович, мы очень надеемся на вас. Ну, чуточку, может, поможете по возможности. В рамках компенсации по 10 тысяч на человека, в рамках объявленного ЧАЭС, в распоряжении правительства подписаны уже деньги выделены. На этой неделе должны деньги получить. По стенокосам будут представлены новые участки для стенокосов. Но, единственное, они достаточно далеко. Поэтому будет оказана и республика, и районная помощь по транспортировке. Поможем людей не бросить. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Единый номер службы спасения заработал в Бурятии в 2019 году. Тем не менее, некоторые улан-уденцы до сих пор об этом не в курсе. И продолжают жаловаться на то, что не могут дозвониться до полиции. Если у вас, не дай бог, произошла кража, пожар или другая экстренная ситуация, сообщить об этом можно по номеру 112. Как это работает и знает ли про нее улан-уденцы, выяснял Дорш Себеданов. Куда звонить, если на номера 101, 102 или 103 не дозвониться, а ситуация требует срочных мер? Давайте выясним, знают ли улан-уденцы эти заветные цифры. Вы знаете, куда звонить, если на 101, 102 или 103 не берут трубку? Нет, не знаю. Недавно я звонила в скорую. И не помню. 0,10? Скорее всего, нет, не знаю. А про 112 слышали? Да, служба спасения. И это действительно так. По единому номеру 112 дозвониться можно до любой экстренной службы. А при необходимости диспетчер может, например, вызвать на место происшествия сразу и полицию, и скорую, и пожарных. Диспетчер, который принимает звонок, уже будет ориентироваться, по какой сфере деятельности необходимо переадресовать данное обращение. То есть, если это больше по линии нарушения общественного порядка, данная карточка выходит сотрудникам полиции. Из-за одних больших плюсов, то есть, идет, конечно, аудиозапись этого разговора полноценная. И также в черте города фиксируется его местоположение заявителя. Служба 112 работает круглосуточно. При этом позвонить можно не только при отсутствии сети или отрицательном балансе, но и без сим-карты. Кроме того, на смене всегда дежурит психолог. Дорж Себеданов, Жаргал Ирденеев, телекомпания АТВ. Впереди короткая реклама, но не переключайтесь. Во второй части выпуска вы увидите. В этом году мы также ожидаем поэтки 22 субъектов, поэтки 250 спортсменов. Куда сходить в августе? Программа мероприятий на последний месяц лета. Ну, городские, это даже посуду не могут вымыть. Ракуина полная. Деревенские против городских. Кто не откажет в помощи? Свежий выпуск Улану де Лайф. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи манты «Домашняя кухня» и получи вторую упаковку бесплатно. Абсолют. Гарант низких цен. Любите ли вы Черемуху так, как жители Чикоя в Кяхтинском районе? Там уже совсем скоро пройдет гастротуристический фестиваль. Ну, а если вы не гурман, но любитель зрелища, то вам дорога на соревнования по настольному теннису или стрельбе из лука. Туда съедутся спортсмены со всей России. Подробнее о программе мероприятий уходящего лета расскажет Дорси Беданов. Всем привет! До конца лета остался всего месяц. И если вы еще не успели отдохнуть, то следующая информация для вас. В Кяхтинском районе с 4 по 6 августа пройдет гастротуристический фестиваль. Экскурсии, выступления местных коллективов и дегустация коронных блюд. Вместо вишенки и торта будет двухметровый пирог из Черемухи. В рамках фестиваля у нас предусмотрены работы интерактивных площадок, таких как Кяхтинские подворья, это выставка-ярмарка поселений Кяхтинского района. Также у нас предусмотрена работа интерактивной площадки Черемуховый смак, где пройдет ярмарка-выставка, а самая главная дегустация гастробрендов Кяхтинского района, которые, конечно же, в первую очередь будут приготовлены из символа нашего фестиваля, сладкой чекойской черемухи. А в столице Бурятии пройдут сразу два соревнования всероссийского масштаба. Первое по настольному теннису Байкал Оупен, и оно одно из самых демократичных. Будет всего три возрастных категории, до 16 лет, до 20 лет и в категории самых сильнейших. Приедут теннисисты не только из ДФО и СФО, но и европейской части России. В этом году мы также ожидаем порядка 22 субъектов, порядка 250 спортсменов, уникальная возможность посмотреть на настоящих профессионалов. На данный тур у него приезжают большие мастера, мастера международного класса, члены национальной сборной России, одни из сильнейших спортсменов Европы. Соревнования пройдут в ФСК с 8 по 10 августа. Лучших спортсменов будут рассматривать в качестве кандидатов в сборную страны. Второе соревнование – самое традиционное. Стрелы Байкала соберут лучников со всей страны. На них будут участвовать сильнейшие спортсмены, как из Республики Бурятия, так и еще из порядка 9-10 субъектов нашей страны. Это, как правило, такие очень стрелковые субъекты, наши соседи, безусловно, и также приедут участники из более западных регионов. Турнир считается всероссийским соревнованием мастерским. Он проходит уже традиционно в нашей Республике с 1995 года. Я хочу сказать, что чем сильна наша команда бурятских стрелков из лука, тем, что мы хорошо умеем стрелять в командные соревнования. Посмотреть и поболеть за наших стрелков можно будет с 31 июля по 5 августа на лукодроме Бурятского госуниверситета. Возрастное ограничение соревнований по стрельбе из лука и гастротуристическому фестивалю в Кяхтинском районе – 6+. По настольному теннису – 0+. Хорошего августа! С вами был Дорси Беданов. Всем пока! Наш конкурс «Герои Бурятии» продолжается. Каждый месяц в наших соцсетях вы голосуете за самых преданных, неравнодушных, любящих и талантливых людей Республики. В августе выбираем «Артиста года». Знакомьтесь с номинантами в следующем сюжете. Мы продолжаем выбирать самого достойного жителя Бурятии. Сейчас вы познакомитесь с невероятно талантливыми людьми, которые посвятили свою жизнь творчеству. Чингис Роднаев Чингис Роднаев – заслуженный артист Бурятии и один из самых популярных певцов не только в Республике, но и за ее пределами. В этом году Чингис порадовал своих поклонников, когда успешно дебютировал в качестве оперного певца. Также артист представлял Бурятию на всероссийском конкурсе, где занял первое место. Белегма Ренчинова Белегма Ренчинова – известная в Бурятии оперная певица, а теперь и заслуженная артистка России. Недавно Белегма получила государственную награду. За свою карьеру певица исполнила более 40 партий отечественных и зарубежных произведений. Честно, да, знаете, я просто работала от души. Дарима Цириндандопова – певица и по совместительству военнослужащая отдельной гвардейской бригады воздушно-десантных войск. Весной этого года она и другие артисты из Бурятии отправились на Донбасс с благотворительными концертами. За свои заслуги награждена медалью Минобороны России. Кроме этого, летом 2023 года Дарима попробовала себя в качестве актрисы и снялась в бурятском фильме-сказке «Коралловые бусы». Голосуйте за своего героя Бурятии в соцсетях АТВ. Лучший кандидат в номинации выйдет в финал нашего конкурса. Как часто вы навещаете своих бабушек и дедушек? Помогаете ли им по дому и с хозяйством? А что, если они живут в сотнях километрах от вас? Мы решили выяснить, кто постоянно уделяет время старшим – городские или деревенские? Свежий выпуск «Улан-Удэ-Лайф» с Салтаной Мункуевой. Друзья, всем привет! Наверное, многие из вас заметили, что давненько меня не было в эфире. Причина пропажи – долгожданный отпуск. Сейчас вы, наверное, подумали про море, Байкал или заграничный пляж. Да, под солнцем я позагорала, как видите, и на пляже поваляться успела. Эх, райские две недели! Но вот в последние дни я была и маляром, и уборщиком, и кухаркой, и нянькой. Традиционная поездка к бабушке в деревню – покрасочные работы. Устала, конечно, сильно, зато вернулась с чувством выполненного долга. К чему я это? Не все мои друзья и знакомые готовы на такие жертвы. Сегодня поговорим, от чего это зависит. Здравствуйте! Во-первых, хочу сразу же сделать вам комплимент, что вы идете с ребеночком. Молодец! Спасибо! Супруга что делает в это время? Спит. Она не спала сегодня ночью, поэтому я восполняю. Господи! Не мужчина, а мечта. Городский вы или деревенский? Ну, уже как городский. Уже как это? Как? Ну, переехали недавно. Нужно ли помогать родственникам? Конечно, нужно. Обосновать? Обоснуйте. Кому вы помогаете и как? Что из последнего было? Ремонт. Кому? Себе. Недавно строили у бабушки дом. Тоже всей семье помогали и финансово. Целый дом. Да. Я вот так настраивалась, а 30 минут смотрю, как на потолок залезть. Ну, самое классическое – это картошка. Если честно, ну, я вообще картошку не люблю. Но каждый год езжу ее сажать. Деревенская жизнь как бы она. Она труд любит. Ну, городские – это даже посуду не могут вымыть. Раклина полная. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы обратились ко мне как? Женщина? Да. Готовы поспорить? Девушки у тебя нет? Нет. Как ты думаешь, почему? Не знаю. Правда ли, что у городских всегда полная раковина грязной посуды? Да. Здравствуйте! А для чего вы это делали? А написано просто, что что в сундуке, то у меня на счете. Призывает богатство. Ну, выгоды все равно есть. То есть, если ты помогаешь бабушке, нет-нет, соленые огурчики угостят, вареницам угостят. Почему одни, да, вот живя в городе, готовы ездить помогать своим родственникам, бабушкам, дедушкам, а другие не готовы приезжать? Ну, это от воспитания зависит. Или, например, городской-то или деревенский? Ну, нет, я разницы не вижу. Что будете делать, когда малыш ваш вырастет и скажет, ой, мама с папой, не поеду я к бабушке вашей, и это, ничего я делать не буду, картошку я в Абсолюте куплю. Сами копайте. Я пойду в Абсолют вместе с ним и куплю картошку тоже вместе с ним, потому что я не люблю это дело. Вы деревенская? Я деревня. Я тоже деревня. Деревня. Кто круче, городские или деревенские? Круче, конечно, деревенские, потому что они... Все умеют? Все умеют. Деревенские, они более открытые люди. Не, но все равно, наверное, городские ребята лучше, потому что они шагают со временем в ногу. Для меня помогать своей бабуле – это в первую очередь оказывать ей должное внимание, потому что она очень скучает по мне и всегда придумывает повод, чтобы я не сорвалась с крючка. Ноги полят, давление высокое, не знаю, как потолки покрасить. Ну, вы поняли. В общем, любите и цените своих старших. Татьяна Дормайевна, привет! Уже скучаю? На этом у меня все. С вами были Алтан Мункуева, Жаргал Арданеев, телекомпания АТВ. Хочу денежки, чтобы зарплату повысили. Все в карманчике себе. Видимо, денег завалить будет. Больше интересных новостей вы найдете в наших соцсетях. Не забудьте подписаться. На этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Дарья Белева. Всего доброго и до встречи в эфире. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи две упаковки сосисок нежных по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. В Улан-Удэ Стальмоз требуется Электросварщик, токарь, резбонарейщик, слесарь-электрик по ремонту оборудования, машинист мостового крана, станочник широкого профиля, наладчик оборудования, слесарь-ремонтник, мастер цеха, машинист компрессорных установок, инженер-конструктор, технолог, бухгалтер по расчету заработной платы, менеджер коммерческого отдела. Телефон 505-505, добавочный 105-8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды!